Имя Ато Балдон. День рождения. 30 декабря 1973 года, 46 лет. Место рождения. Порт оф Спейн, Табага. Знак зодиака Козерог. Карьера, спортсмен. Ато родился в городе Порт оф Спейн, 1988 году. Он переезжает в Нью-Йорк. Там, во время игры в футбол, его замечает главный тренер по легкой атлетике Ямайской средней школы района Куинс Джо Трупиано 1989 года. На своих первых соревнованиях Ато показывает время 10,83, 21,44 и 48,52 секунд на дистанциях 100, 200 и 400 метров. Он занимает третье место на легкоатлетических соревнованиях штата Нью-Йорк. 1990 года. Ато переезжает в Сан-Хосе, Калифорния, где он становится форвардом футбольной команды штата. Это был последний раз, когда он играл в организованный футбол. 1991 года. В этот год он улучшает свое время до 10,57 и 21,07 секунд. Он занимает третье место на калифорнийских соревнованиях среди средних школ, пробежав 200 метров за 21,07 секунд. 1992 года. После своего дебюта на Олимпийских играх в Барселоне. Ато входит в историю, выиграв две золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров. На юношеском чемпионате мира в Сеуле. До этого на этих соревнованиях взять золото на 100 и 200 метров одновременно не удавалось никому. В конце года он пробегает 100 метров. За 10,22с. Пресса пишет, что за ним стоит последить о будущем. 1995 года. Выиграв соревнования, проводимые среди спринтеров Тихоокеанского побережья, он приносит Калифорнийскому университету первенства в беге на 200 метров. В рамках Национальной студенческой спортивной ассоциации НСЭ. Вскоре он становится самым юным призером за всю историю чемпионатов мира. Он завоевывает бронзу, пробежав 100 метров. За 10,03с. Ему 21 год. 1996 года. Год прорыва для АТО. Он возглавил рейтинг ИАВ среди спринтеров РАНа, еще в апреле показав время 9,93с. Венцом его карьеры, пока он учился в колледже, стал рекорд соревнований в беге на 100 метров, проводимых под эгидой НСЭ. Тогда в июне он показал время 9,92с. Вскоре он занимает два третьих места Олимпийских играх в Атланте, пробежав 100,200 метров. За 9,90 и 19,80с, став одним из шести человек, которые когда-либо пробегали обе эти дистанции быстрее. 10 и 20 секунд соответственно. 1997 года. После побед в чемпионате мира в помещении на 60 и 200 метров. АТО улучшает свое лучшее время на 100 метров. До 9,89с. Он финиширует пятым на 100 метров. На чемпионате мира, но через 4 дня он выигрывает золото на дистанции 200 метров. В конце сезона он показывает время 9,87 и 19,77 сек. АТО входит в историю, как пробежавший 100 и 200 метров. Быстрее 10 и 20 сек. В один и тот же день. 1998 года. Лучший сезон в карьере АТО. Он начинает его в апреле, показав время 9,86 сек. Позже выигрывает 200 метров. На играх доброй воли. А потом устанавливает новый рекорд на 100 метров национальных соревнований в середине сентября. К концу года он в пятый раз пробегает 100 метров, быстрее 9,90 сек. В официальных соревнованиях. У него этот показатель самый большой в истории. АТО первый в рейтинге EAUF в виде 200 метров. Но вскоре он становится лидером в обоих спринтерских рейтингах. В последний раз такое происходило в 1992. Тогда лучшим был признан спринтер из Санта-Моники Майк Марш. 1999 года. АТО начинает сезон со временем 9,89 С. Уже третий год подряд он начинает очередной сезон, пробегая 100 метров. За тильда 9,8 С. Официально он участвует в трех забегах со своим другом и конкурентом Морисом Грином, обогнав его два раза. Проиграл он только когда Морис установил новый мировой рекорд. АТО также пробегает 200 метров. За 19,86 С. Лидируя большую часть года в этом виде в рейтинге EAUF. Но сезон он закончил травмированным. 2000 года. АТО участвует в третьих для себя Олимпийских играх. Оправившись от прошлогодней травмы, он выигрывает две медали, серебро на 100 метров и бронзу на 200 метров. Со временем 9,99 и 20,20 С. Теперь у него четыре олимпийские медали. Сезон он закончил будучи на втором месте в рейтинге EAUF в виде 100 метров. Это его шестой сезон, который он закончил одним из лидеров мирового спринта. Ставим лайки, подписываемся, обсуждаем. Спасибо за просмотр.